Новое нападение взрослого мужчины на маленького ребёнка. Мужчина с дубинкой напал на 10-летнего мальчика в балахне. Этой дубинкой он сначала избивал его, а потом, фактически, взяв в заложники, стал требовать, чтобы приехала его мать. Вот идёт, всё видно. Вот, а за спиной у него палка. Слава богу, что у вас есть. Символочь. Где живёшь, Лариса? Сейчас тоже был в голове, ***. Ты не хуй не делай. Почему моё мальчику? Там мывается дубинка. О, шмар. Сенок, я тебе говорил. Я правда не говорил. Он держит, Макар, да, он уже там пьёт, видно там. Он его уже вот держит, ударил уже по надежде. Видно было, да, один раз. Да не рови тебя. Эй, ну, ***. Пусть сюда приезжай, ***. Позвонил мой ребёнок, он кричал. Я услышала его крики. Я услышала, что он плачет очень сильно. И он кричал, мама, забери меня. Я не понимала, что происходит. Я говорю, сын, что происходит? И тут вмешивается в разговор мужчина. Он очень грубо говорит, приходи сюда. Я не буду, ***. Куда куст, это будет? Ну, ***. И я говорю, сейчас полицию вызову. Куда мне идти, говорит. Он начинает меня оскорблять и говорит, что я твоего ребёнка уже увёз на лодке за Волгу. И затем просто я слышу, как ребёнок сильно-сильно плачет. И через какое-то время ребёнок говорит, мама, там, где живёт Борис, это его одноклассник. И вот в этот момент наш разговор заканчивается. Он пытается ручками от него вырваться, маленькую мою. Вот он его потащил. Так, сейчас вот он его тащит. Мы едем сюда, находим это место, что я вижу. Вот ребёнок плачет. Этот мужчина стоит рядом с ним. Он преграждает ему как бы с собой немножечко путь ко мне. Он его не пропускает ко мне. Я сбил ребёнка, показывай, срочно на месте. Телефон разбил прямо на месте ребёнку палкой. Вот так вот. Вот этот тип. У нас всего лишь двое. Просто гуляли, он подошёл и начал бить палкой по ногам и раз иду. Мы пришли качать, качались. И там мужик идёт с дубинкой. Он берёт меня за капюшон и начинает дубинкой бить по ногам. Я достаю телефон, он ударяет по телефону и попадает по пальцу. Он бил по ногам, унёс и говорил, что убью тебя и твою мать, то, что меня насиловать будет. Он сын так говорил, звони своей матери, я убью её, убью тебя. А когда он его с того места, где они гуляли, схватил его за шиворот, за капюшон и тащил метров 100-120 до того места, где он живёт сейчас, он ему говорил, что я тебя изнасилую. Я тебя сейчас буду насиловать. Говорил он ребёнку. Вот из-за этой машины, видимо, случилась история. Это очень старая машина, где кто-то разбил окно. Ты эту машину видел до этого? Да, видел, что она стояла просто. Ты как-то интересовался к ней, подходил, делал к ней что-то? Может быть, бросал в неё камнями? Нет, просто. Ну, то есть ты проходил каждый раз мимо, правильно? Ну да. И он подумал, что это я. Этот мужчина просто выхватил первый попавшийся ребёнка и решил, может быть, что это он сделал. Он изначально уже их выследил, у него в руках была готовая дубина толстая. Он ударял ребёнка, порядка 70 ударов нанёс по ногам ребёнку. Прям вот этой вот толстой дубиной. Это неадекватно, это жестоко и необъяснимо на самом деле. Такое отношение к беззащитному ребёнку абсолютно. Нам удалось выяснить, что 10-летний Макар – не единственный пострадавший ребёнок. Ранее агрессивный мужчина угрожал и другим детям и нападал на них. Мне сын рассказывал недели две-три назад. Этот мужчина подошёл к ним и материл, угрожал. Я уж не буду на камеру говорить такие вещи. И схватил его сына за плечо, и вот тряс, и ему угрожал. Он просто ни с того, ни с сего выбежал из гаража, и он начал нам угрожать. Схватил меня за плечо и начал трясти. За то, что он подумал, что мы как бы испортили его машину. Ну, я, конечно, в шоке, потому что я думала, речь идёт о каком-то автомобиле, который имеет ценность. Ну, это, конечно, я не знаю, у меня нет даже слов, почему так может человек реагировать. Этот автомобиль, я так понимаю, уже давно бит, и не первый раз, и кем-то он полностью разрушен. Но это под угрозой находится любой ребёнок, просто проходящий, что взбредёт в голову этому человеку, неизвестно. Самого нападавшего мы тоже встретили. В этот раз он был уже без дубинки. На взрослых людей, журналистов, не нападал. Но вёл себя достаточно грубо и агрессивно. Мы с телевидения сети, Аннет. Нам бы хотелось с вами пообщаться. Откуда всё-таки... Откуда... Откуда агрессия такая? Ну, пообщайтесь с нами. За что вы избили ребёнка? Выключайте камеру. Может быть, пообщайтесь с нами? Вы зачем ребёнка побили? Андрей! Чё, на ребёнка силы хватает? В полиции нам сообщили, что уже установили личность нападавшего на детей мужчины. Мама пострадавшего ребёнка написала заявление. Проводится проверка.